Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы немного поговорим с вами о средствах защиты растений. Это довольно большая и важная тема, но сегодня мы поговорим о каких-то началах, о каких-то азах для того, чтобы вы могли лучше разбираться и сделать правильный выбор в пользу того или иного средства защиты, когда будете стоять перед витриной и выбирать, что же вам использовать, что же вам применить. Напомню, что исчерпывающую информацию о регламентах применения, о характере средства защиты, о действующих веществах, которые входят в это средство защиты и о регламентах применения этого средства защиты, вы всегда можете найти в государственном реестре средств защиты растений и удобрений, которые разрешены к применению в той или иной стране. Такой реестр можно найти на официальных сайтах организаций, которые выпускают эти реестры. Наберите в поисковике «Государственный реестр средств защиты» и вы обязательно найдете информацию о всех этих средствах защиты. Среди всех средств защиты примерно 80% приходится на долю гербицидов, среди всех, которые применяются в сельском хозяйстве. Гербициды – это вещества, которые убивают сорняки. Все гербициды являются химически синтезированными веществами, среди них нет биологических средств защиты. Гербициды делятся на две очень большие группы. Первая группа – это тотальные гербициды, которые убивают все растения без разбора. Например, таким гербицидом являются рундап и все производные глифосатов, широко распространенные торнадо и так далее. Вы наверняка их все знаете. И вторая обширная группа гербицидов – это гербициды избирательного действия. Они действуют только на какие-то определенные сорняки в посевах или посадках определенного сельскохозяйственного растения. Если гербицид предназначен для обработки газонов, то, скорее всего, он будет убивать все широколистные двудольные растения. И нет никакого смысла применять его, например, на овощных грядках. Вы просто все погубите. Если гербицид предназначен для обработки посевов свеклы, то необходимо им работать только на свекле, то есть на тех культурах, для которых он предназначен. С гербицидами все сложно, потому что они, особенно специфические гербициды, у них действительно очень узконаправленное действие. И любая вольность в их применении может привести к ранее негативным последствиям. Есть гербициды, которые действуют только через листья, есть гербициды, которые действуют только через почву и есть гербициды, которые действуют через листья и через почву. Например, тотальными гербицидами на основе глифосатов обрабатывать почву нет никакого смысла. Поэтому, если вы хотите избавиться от сорняков, вам необходимо вспахать землю, дождаться, когда взойдут сорняки, и только после этого провести обработку. Если такой тотальный гербицид попадет на культурные растения, то их тоже может ждать несчастливый конец. Поэтому с гербицидами надо быть очень осторожным. Вторая крупная группа средств защиты растений – это фунгициды. Фунгициды борются против болезней. Ассортимент фунгицидов огромен. Нам надо помнить, что среди фунгицидов существуют фунгициды контактного действия и фунгициды системные. Фунгициды контактного действия действуют только в том месте, на которое они попали. На лист, на часть растения, только там, где они попали. Фунгициды системного действия всасываются внутрь растения. И действующее вещество циркулирует по растению какое-то время и защищает растение от действия грибов, грибной инфекции. Необходимо помнить, что несмотря на то, что контактные фунгициды не так уж полезны для здоровья и регламенты их применения очень строгие, существуют режимы ожидания. Вот вы обработали каким-то веществом, средством защиты свой сад или огород, ягодники, еще что-то, и на каждом средстве защиты мелкими буковками написано, в какой период ожидания, через какое время можно снимать плоды для употребления в пищу или ягоды. Вот в отношении системных фунгицидов этот режим ожидания, как правило, гораздо более продолжительный и превышение дозы таких фунгицидов чревато тем, что ваша продукция может быть загрязнена этими средствами защиты. Та же самая история касается и инсектицидов, пестицидов, направленных на уничтожение насекомых, ну и акарицидов, тоже пестицидов, но направленных на уничтожение клещей. Вот среди них есть контактные, есть контактно-кишечные, а есть системные. Если инсектицид контактный, то должен непосредственно попасть на насекомое. Если инсектицид кишечный, то насекомое должно его съесть, то есть укусить лист, отгрызть лист или выпить сок, который каким-то образом что-то попадет к нему в кишечник. Если же это системного действия инсектицид, то такой инсектицид всасывается в само растение и циркулирует в нем, соответственно, любой клещей, любой насекомое, которое его укололо носиком, хоботком, чтобы выпить сока или укусить его, оно сразу же погибнет. С одной стороны, использование химических средств защиты является, конечно, чрезвычайно эффективным. С другой стороны, приходится признать, что в подсобных хозяйствах регламенты применения этих средств защиты не всегда соблюдаются. Не всегда пользователь может полностью понять, что написано здесь мелким почерком, как надо развести и как долго надо ждать, для того, чтобы средство защиты полностью разложилось в растении и его покинуло. Мое совершенно такое четкое и твердое мнение, что при использовании средств защиты на овощах и на фруктах, то есть на тех растениях, которые мы употребляем в пищу, использование системных препаратов должно быть вами максимально ограничено. Я, конечно, не призываю на абсолютный отказ от средств химической защиты. Это мы тогда бы уже перешли полностью в органическое земледелие. Но, однако же, знаете, мы можем купить тот же помидор или тот же огурец или то же яблоко, которое прошло 20 обработок в плодовом саду и съесть его из гипермаркета с теми же остаточными дозами средств защиты. Несмотря на то, что каждое яблоко и каждый овощ и фрукт, который продается в гипермаркете, проверяется на эти остаточные дозы, но ведь эти остаточные дозы там есть, пускай даже в допустимой норме. И хроническое, систематическое, ежедневное их потребление в пищу не несет нам совершенно ничего хорошего. И если уж мы выращиваем растения у себя в саду и в огороде, то давайте выращивать их так, чтобы минимизировать применение системных средств защиты растений. Что же касается декоративных растений, конечно же, здесь применение системных средств защиты является вполне оправданным. Мы можем обработать розы, мы можем обработать различные цветочные культуры, кустарники и в течение 2-3 недель совершенно не беспокоиться о том, что там снова появится тля или снова появятся какие-то насекомые или болезни. Потому что средство будет циркулировать внутри или мы можем попрыскать, или мы можем даже подлить системные средства под корень для того, чтобы растение насытилось этим пестицидом и обеспечивало защиту на долгое время. Я надеюсь, что такой небольшой экскурс в разнообразии средств защиты вам поможет. Теперь вы будете понимать, на что обращать внимание при выборе средств защиты, при покупке средств защиты. И не ошибетесь в том, чтобы не создать угрозу себе и своим детям здоровья при потреблении той продукции, которая вы выращиваете у себя на участке. Очень надеюсь, что эта информация будет вам полезна, а вы будете здоровы и довольны своим урожаем. А я надеюсь на то, что мы встретимся с вами еще и еще. Для этого подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши новости. И желаю вам всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!